Всем привет! Моя сфера интересов не ограничивается только ногтями, обзором посылок и животными. На своем канале я решила сделать рубрику «Сделай сам», в которой буду делиться с вами творческим вдохновением. И первая работа, изготовленная своими руками, это домик для шпица. Для его изготовления нам потребовалось два листа пенопласта размером метр на метр, толщина 3 сантиметра. Пенопласт приобретали в Леруа Мерлен по цене 24 рубля за лист. При помощи рулетки разметили и вырезали канцелярским ножом две боковые стенки размером 39 на 43 сантиметра. Для изготовления разметки можно пользоваться подручными средствами. Затем вырезали переднюю и заднюю стенку домика размером 50 на 58 сантиметров. От пенопласта много крошек, поэтому мы периодически использовали пылесос. Далее разметили и вырезали вход. Размер входа может быть любым. Для склеивания пенопласта использовали полимерный клей. Затем сделали разметку внешних сторон, имитирующих кирпичную кладку. Паяльником создали легкие углубления. Отмечу, что линии не должны выглядеть идеально ровными. Небольшие неровности придают покрытию стен реалистичность. Снаружи и внутри покрыли домик белой матовой краской. Это делать не обязательно, но после покрытия краской пенопласт менее подвержен разрушению, становится тверже. Пока я красила, муж нарезал тонкие прямоугольники для декоративного обрамления входа. После покраски дали стенам хорошо высохнуть. По желанию можно выполнить внутреннюю отделку домика, например, самоклеющейся пленкой. Далее добавили колер в акриловую краску и при помощи губки нанесли первый слой. Далее немного подсохнуть и нанесли тонкой кисточкой второй слой, стараясь закрасить мелкие впадины пенопласта. Швы между кирпичиками можно по желанию покрасить в серый цвет. А тем временем будущая хозяйка домика контролировала ситуацию и взглядом просила все сделать по-человечески, как для себя. Для изготовления крыши вырезали из пенопласта два отрезка размером 34 на 50 сантиметров. Для стыков отрезаем каждую деталь под небольшим углом. Думаю, с процессом склеивания и покраской крыши вы справитесь без нашей подсказки. Мы выкрасили декоративную облицовку входа и крышу домика одним цветом. По желанию из обрезков пенопласта можно соорудить трубу, и это сделать несложно. Как вы видите, Олька осталась довольна нашей работой. А к Новому году мы немного украсили домик шпица. К тому же в домике лежит новая мягкая подушка, сшитая моими руками. Для создания такого домика нам потребовалось два дня и минимальные денежные вложения. Подобный домик для шпица может изготовить каждый из вас. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok